Здравствуйте, друзья! Я хотел затронуть такую интересную тему, но я вот обосновался в Киеве, и Киев мне очень нравится. И так как наконец-то вернулся из ремонта мой телефон, я буду изредка записывать некоторые ролики на разные темы, выкладывать их на YouTube, чтобы там поносить до вас какую-то интересную информацию, которую я считаю интересной. Есть такая проблема у многих людей. Они считают себя исследователями, сторонниками науки, но на деле они являются какими-то верующими, даже можно сказать, сектантами. Вот что такое наука? Наука – это теория-практика, теория-практика, теория-практика. И вот я постепенно и постоянно изучая мир, наталкиваюсь на то, что люди считают, то есть они доверяют науке, доверяют учёным, но в то же время они могут считать, доверяют науке, но в своей голове иметь какие-то глупости, религиозные глупости. То есть они в чём-то доверяют исследователям каким-то, но в чём-то они абсолютно являются людьми, которые веруют, веруют во что-то ложное, во что-то мифическое и так далее. И вот наука, как я уже сказал, это теория-практика, теория-практика. Вот социализм, например, многие считают наукой, или коммунизм наукой. Но если взять в пример что-то такое, что покажет нам, правы ли эти люди или нет, тут же выясняется, что есть многие противоречия. Например, вот где-то есть преступность, где-то её нет. То есть необходимо сравнить эти две ситуации и выяснить, почему в... О, Господи! Почему в одном месте преступности нет, она отсутствует или практически отсутствует, а в другом месте она есть. Вот элементарный пример, который может нам дать ответ на вопрос, что же всё-таки работает, является ли социализм наукой. Есть страны, в которых преступления практически не происходят. И обычно это богатые страны. И обычно это свободные страны в экономическом плане. То есть там более свободно работает, более свободно взаимодействует друг с другом население, и поэтому оно более богато, да, и более безопасно. То есть есть, например, сторонники оружия, но при этом они могут поддерживать социализм, коммунизм, или сильного царя, сильного вождя, диктатора. Примеров тому много. Я вот недавно был в России, и огромное количество людей, которые являются, так скажем, ну, они, в общем, состоят в клубе или в организации права на оружие, да. Вот они поддерживают, там, Путина, обожествляют его, но при этом они поддерживают оружие. То есть это уже, как бы, противоречие. То есть власть выступает против оружия, а они любят власть, но выступают за оружие. Вот. И, то есть если человек будет ученым, да, если он станет исследователем, начнет изучать оружейный вопрос, и не только оружейный вопрос, но и, например, теорию государства, да, то он очень быстро смекнет, что государство всегда и везде выступало против оружия. Не важно, Соединенные Штаты, можно взять за пример, власть всегда будет говорить, вот, расстрелы, это потому, что доступно оружие, значит, оружие нужно ограничить, а еще лучше запретить. То же самое происходит в Европе, как только в какой-то Германии, там, случались разные, разные поножовщины, теракты, тут же законы, оружейные законы, ужесточались, да. Вот, последний пример Франция, где произошли, ну, то есть там люди арабской внешности начали убивать людей на улицах, моментально государство что сделало? Оно не разрешило там оружие покупать, вот как булочки в булочных, да, свободно и без всяких проблем, без всякой бюрократии. Нет, наоборот, государство усилило контроль, что-то запретило, ввела дополнительные какие-то меры, то есть она начало, государство начало отнимать свободу, то есть занялось любимым для себя отделом. Посмотрите на войну России и Украины, да, когда Россия втоклась в Украину, что украинская власть начала делать? Она вначале начала уничтожать добровольческие частные военные формирования, да, а потом начала, вот, просто, да, объявила охоту на людей, которые с оружием вернулись обратно домой, потому что власть очень боится разрушения монополий на силу, то есть когда не только какие-то чиновники имеют вооруженную охрану, но и население. Это очень опасно для чиновников, потому что чиновники, их принцип жизни таков, что они живут за счет населения, а чтобы жить за счет населения, население должно быть безоружным. То есть если какой-нибудь социалист или коммунист сравнит две ситуации, да, там, где преступление происходит и там, где не происходит, он поймет, что социализм как раз его это херня полная, что там, где социализма меньше, там люди живут богаче, и там больше безопасности. Но, опять же, безопасности там больше не потому, что там, например, оружие легализовано. Есть многие страны, где оружие находится, ну, не под запретом, но довольно серьезно ограничено, но преступлений там не происходит. Почему так? Потому что в этих странах есть условия, которые позволяют людям жить, то есть не думать о грабежах, о насилии, да, и это свобода. То есть вот я тоже как-то был сторонником оружия долгое время, и тоже постоянно повторял, что если легализовать оружие, то все будет прекрасно, все будет отлично, и преступления вообще исчезнут. На самом деле не так. Есть пример Бразилии, где оружие легально, и, то есть, население может приобретать оружие, но преступность там очень высокая. Очень. Но если взять, например, Соединенные Штаты, и конкретно штаты Вермонт, там, Нью-Гэмшир, Техас, Флориду, да, в этих штатах, особенно в Северной, то есть в Нью-Гэмшире, в Вермонте, преступности практически нет. То есть, не потому что, вот, там оружие, вот, можно купить, как булочку, да, на самом деле там практически действует такая система, то есть человек приходит и покупает оружие. Ну, практически, вот, как я описал, да. Но, еще важный момент, о котором нужно сказать, это то, что в Штатах довольно, ну, еще пока сохраняются, довольно серьезные экономические свободы. Пока. В Бразилии ничего такого нет. Вот. В Бразилии права собственности очень плохие, Бразилии очень много бюрократии, то есть, да, несмотря на то, что страна, в принципе, то есть, население, Бразилия не особо, там, нищая страна, то есть, это не Африка, и, в принципе, там очень серьезный бизнес, конечно же, тоже есть, но она очень забюрократизирована. И Соединенные Штаты, к сожалению, идут по этому пути, да, к сожалению, для меня, для людей, вот, ну, конечно, к счастью, для бюрократии американской, вот, то есть, мое утверждение состоит в том, что, мой поинт, что не только оружие снижает преступления, но и свобода, да, и поэтому, если социалист возьмет и сравнит, почему, например, где-то преступности меньше, а где-то больше, он поймет, что, если он действительно будет исследователем, а не догматиком, да, если он будет все-таки спорить с собой, сам с собой, то есть, он будет, он осмелится противоречить себе, своим, своей вере, да, а это не что иное, как вера, вера в государство, это религия, да, и вот ничего с этим поделать нельзя, потому что факты говорят об этом, то есть, если государство занимается преступностью, преступность будет дикая, да, если государство будет заниматься там безопасностью, да, преступность никуда не исчезнет, если только у государства будет все оружие, то есть, все пушки, да, и оно будет там стараться решать с помощью этого, с помощью вот всего этого проблемы, то преступность будет вообще дикая, потому что, ну, во-первых, сами чиновники являются теми, с кем они якобы призваны бороться, да, с преступностью, вот, если государство будет заниматься еще там медициной, образованием, не знаю, дорогами, снабжением населения, едой, да, еще чем-то, еще чем-то, то все это вообще погибнет, если вы подключитесь к государственному интернету, например, в Беларуси, то вы увидите разницу, между интернетом, который представляется людям в Киеве, в Москве, где-нибудь в Японии, в Южной Корее, где самый, считается, самый скоростной интернет, то поймете, что государственный интернет это ужас, вот, а есть страны вообще без интернета, ну, потому что там вообще государство тотальное, оно все контролирует, и ничего населению вообще не отдает. То есть, почему я, например, затронул вопрос преступности, в принципе, не имеет значения, что вы затронете, какую тему вы будете исследовать, если вы займетесь каким-то вопросом более детально, да, если вы будете рыть в какую-то тему, вы придете к выводу, что чем меньше, чем меньше государственное регулирование в какой-либо области, тем эта область более динамично развивается, тем цены там быстрее падают и вообще могут стать буквально копеечными, то есть фактически бесплатными. Запомните одну очень важную мысль, государство никогда ничего бесплатно давать вам не будет и не может, потому что на все бесплатное государство взымает налоги, то есть у населения забирают некие деньги и это тратится на некие блага. Опять же, тратится, ну, тратится, это громко сказано, обычно тратится часть, больше, только там малая часть какая-то, большая часть оседает в карманах бюрократии. То есть я не говорю, что это специально сделано. Вот в странах Восточной Европы, да, можно сказать, что все это делается специально, а в странах Западной Европы и там в Северной и Южной Америке, в высокоразвитых странах Азии, там в Австралии, например, в Ифоне, да, бюрократия, например, ну, не обязательно она действует с какими-то такими целями построить себе какого-нибудь Межигория. Но просто проблема в том, что чем больше бюрократии, тем больше на нее уходит издержек, да, и поэтому все это дело нужно содержать. И из-за того, что еще отсутствует конкуренция и деньги поступают бюрократам не от клиента, то есть не от человека напрямую, да, то есть горизонтальные связи, а сверху вертикальные связи. Вот все государственное, где бы вы ни жили, где бы вы ни находились, оно не работает. В Германии или в Штатах или в Чили или в Японии или в Австралии или там в Украине, в России, в Беларуси, не знаю, в странах, в Балтийских странах, в Польше, не имеет значения. В любой стране госслужба это обычно социалка, где люди сидят, ничего не делают и вообще лишь бы их не трогали. Вот такое отношение к людям. Лишь бы их не трогали. Вот заметьте, есть такая фраза у госслужащих, мол, вы не клиент. Вот они часто повторяют, вы не клиент. вы, например, пациент или вы ученик или вы военнообязанный что еще там может быть ну все что угодно, но не клиент. То есть вы говно на палочке, вы вообще никто и звать вас никак. Вот такое отношение госслужбе. Почему? Потому что госслужба получает деньги сверху от начальства, которые в свою очередь получают деньги отнимая их от населения у частного сектора. То есть госсектор никогда налоги не платит, запомните. Ну да, не облагается налогами, так скажем. Потому что само содержание госсектора идет за счет налогов, за счет бюджета, который пополняется с помощью налогов. А кто может налоги дать? Только частный сектор. То есть весь госсектор он содержится за счет налогов. Вот почему госсектор неважно, есть монополия у него в какой-то области, нет монополии, работает всегда хреново. Вот почему все это дело вообще не нужно людям. То есть госсектор людям не нужен. Даже тем же госслужащим. Если все станет государственным, люди будут жить плохо. И госслужащие в особенности, потому что, ну то есть, конечно, не все, те, кто самые высокие, будут жить неплохо, но таких будут единицы, один процент. То есть, когда левые выходят на площади с целью заблокировать улицу в Нью-Йорке улицу Уолл-Стрит, да, с плакатами нас 1%, нас 99%, а их типа 1%, на самом деле нет. На самом деле вот левые, которые желают жить при социализме, да, еще лучше при коммунизме, вот как раз в этой системе 1% будет жить хорошо. Это номенклатура. И 99% будут жить очень плохо. Очень. Ну, просто несравнимо вот с той ситуацией, которая сейчас есть там в тех же штатах, да, в том же Нью-Йорке, на той же улице Уолл-Стрит, где есть по крайней мере магазинчики, забегаловки всякие, вот, и работающие метро, да, хотя в СССР тоже метро работало, но проехаться по нему могли только те, кто живет в Москве. А 99% населения СССР просто так приехать в Москву не имело, не только не имело возможности, но и не имело права. Вот, был такой период. поэтому, поэтому, вот, я призываю всех левых социалистов, коммунистов, которые выступают за науку, все-таки подходить критически не только к окружающим, да, но и к самому себе, к своим знаниям. если вы видите некие противоречия, ну, постарайтесь эти противоречия решить, потому что если вы видите противоречия и говорите, а, это вот враги народа там что-то говорят, я тогда проигнорирую это, потому что так легче, потому что эта ситуация безопасна для меня, она меня не пугает, потому что я остаюсь при своих убеждениях, ну, в кавычках убеждениях, потому что это все-таки вера, да, а не убеждение. Убеждение это когда вы с чем-то спорите, с чем-то соглашаетесь или не соглашаетесь, но вы постоянно что-то исследуете, какие-то вопросы решаете, на какие-то противоречия отвечаете. А если вы верующий, то вы просто будете игнорировать какие-то факты или какие-то мнения, которые будут оскорблять ваши чувства. И тогда вы останетесь догматиком, к сожалению. Поэтому вам важно просто взять две картинки. Вот почему тут так, почему тут не так. Почему в Африке голод, а тут голода нет. Это же элементарный пример. Вот в Африке голод, а в Штатах люди ходят по Макдональдсам. Я не говорю, что в Штатах там ожирение. Я считаю, что миф, что все американские толстые. Нет, просто обычно на телевидении показывает толстых людей и кричит о том, что вот смотрите у нас эпидемия ожирения. Нет, есть полные люди. Есть. От них стоит отстать, отвянуть и не трогать их. Ну вот они такими родились. Вот как я родился сердечником, кто-то родился толстым, кто-то родился худым, кто-то родился маленьким, высоким и так далее. Вот в принципе вам просто стоит сравнить, почему там еда доступна и она очень дешевая и там нет голода. А вот там, где есть голод, да, люди умирают. Вам стоит выяснить, а правда ли капитализм в этом виновен. Почему капитализм там прекрасно работает, а тут, в кавычках капитализм, да, потому что я считаю, что там социализм, в большинстве стран Африки, в подавляющем большинстве сохранились какие-то коммунистические, социалистические или националистические движения, которые основаны или вот которые исповедуют социализм. Вот если вы возьмете Ливию, Сирию, Египет и так далее, вы возьмете просто партию БААС и вы увидите, что партия БААС имеет теснейшие связи с, имела точнее, теснейшие связи с Советским Союзом и исповедовала социализм. Вот почему в куче стран, ближневосточных и вообще вот африканских, огромное количество проблем, да, тот же Сомали довели до голода кто? Марксисты, да, та же Куба, Куба прекрасная, там такая прекрасная медицина, люди живут до 78 лет, низкая детская смертность, да нихрена подобного. Отчеты в ООН присылает кубинское правительство. У кубинцев кто у власти стоит? Коммунисты. Какая ситуация реальная? Вот если читать ООН, глупости, которые туда прислали коммунисты, да, сидящие в правительстве там, ну то есть диктаторы эти двое, да, Кастро. Вот если читать отчеты коммунистов, там все прекрасно, да, но если вы зайдете в Коммунизм на Кубе, в группу Коммунизм на Кубе ВКонтакте и просто своими глазами увидите, как живут кубинцы, почитайте комментарии, переводы, о чем пишут кубинцы, да, на сайте их каком-то там англоязычном или испаноязычном, но вот когда эти тексты перевели на русский язык, вы увидите, что жизнь кубинцев очень тяжелая, очень тяжелая. Я уже не говорю про КНДР, ладно, да, там как бы еще вроде как что-то там ослабили, но все равно потом закрутили, то есть там вообще ужас творится. И есть страны, которые близки Кубе, да, или там КНДР, это Зимбабве, опять же, кто там стоит, опять же, какие у человека идеи, просто разберитесь с этим и вы увидите, что там дикая централизация, что там полусоциалистическая экономика, ну не просто полу, а вот фактически, ну вот уже почти вот скоро. Вот в отличие от Кубы и вот в отличие от КНДР, где вот полный социализм, да, есть еще страны, которые очень близки им, но кое-где какой-то там рыночек имеют, да, они чуть-чуть, у них ситуация легче, чем с Кубой и с КНДР, но люди там тоже очень бедно живут и в других странах даже голодают. Африканских я имею ввиду, потому что там, то есть если там нет спекулянтов, люди умирают, да, если спекулянты есть, все прекрасно. Вот как пришел Ленин, начал рубить социальные связи, да, основанные на добровольном и взаимовыгодном обмене, да, благами, то есть там люди обменивались, то есть торговали, да, едой, одеждой, какими-то, обменивались какими-то знаниями, идеями, создавали транспортную сеть и так далее. Все это было разрушено, все эти социальные связи были порваны и людей фактически сделали рабами, да, сделали рабами и все стало государственным. Ну, де-факто там сейчас коммунисты любят говорить, что было все народное, но на самом деле нет. Если вы прочтете книгу Васленского «Номенклатура», там черным по белому цитаты Ленина о том, что он говорит. Да, вот как бы народное, но вот вам нужна некая, вот такая, некий класс, который, так скажем, высокоинтеллектуальный, то есть пролетарский класс.